Продолжение следует... 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 И на сегодняшний день, несмотря на сложности выполнения контрастно-усиленного ультразвукового исследования, мультипрометрическое УЗИ органов мошонки включает в себя П-режим, СДК, эластографию и контрасты. На данном слайде представлены возможности методики, возможности каждого из методов. И, конечно, хотелось бы остановиться на нормальной УЗИ анатомии. Здесь я буду обращать ваше внимание на высокую разрешающую способность, потому как это значимое преимущество перед той же магнитно-резонансной томографией. Мы прекрасно визуализируем орган, мы можем детально оценить мельчайшие изменения вплоть до 3-4 мм в структуре. Поэтому с этой позиции ультразвук очень выигрышный метод. Более того, мы прекрасно можем при хорошей визуализации оценивать кровоток в структуре при цитовом энергетических доплерах. В то же время существуют так называемые подозрительные анатомические структуры. Подозрительные, потому что в ряде случаев приходят пациенты, которым в диагнозе по ультразвуковому исследованию ставят, например, кистозное образование хвоста придатка, в данном случае вы видите на первой сонограмме, это направляющая связка яичка, Ligamentum gubernatum testis, которая должна быть в норме. Визуализируется она у нас чаще всего, когда появляется незначительное количество жидкости. Но на нее нужно реагировать спокойно, на нее не нужно бояться фугации и называть кистозным образованием в области хвоста придатка не стоит. Также периодически возникают сложности с средостением. Действительно, средостение в ряде случаев выглядит гетерогенно, выглядит неоднородно, но нужно помнить о его существовании и уже стараться дифференцировать какие-то иные патологии, а не опухолевую патологию. Также артерия трансмедиастенализ, достаточно яркая структура, которая очень часто встречается, но здесь нам на помощь приходят доплеровские методики, потому как только мы начинаем ими пользоваться, сразу же все настаёт на свои места и мы понимаем, что это просто крупный сосуд структуре яичка. Довольно уникальный орган, потому как присутствует такое понятие, как кремастерный рефлекс, и в ряде случаев, когда мы сталкиваемся с выраженным кремастерным рефлексом, мы не то что не можем обнаружить кровоток в структуре яичка, в ряде случаев мы, в принципе, затрудняемся визуализировать его как таковое, поэтому об этом тоже нужно помнить, как одна из сложных диагностики данного органа. И переходя к опухолям яичка и УЗИ-симптоматике опухолей, хочется сказать, что опухоли яичка крайне гетерогенные, достигают от маленьких до больших размеров, их можем визуализировать на УЗИ. Но хочу напомнить, что в Б-режиме дифференцировать эти очаги доброкачественные от закачественных достаточно сложно. На данном слайде представлено 6 синограмм образований в структуре яичек, достаточно схожих в каких-то моментах, однако если мы посмотрим на гистологическую верификацию, это абсолютно разные нозологические единицы. И, конечно, когда мы сталкиваемся с такими вопросами, мы пытаемся понять, какими же мы методами, какими способами мы можем разобраться в данных вопросах. Говоря об эластографии, на сегодняшний день существует 6 эластотипов, которыми мы пользуемся, и 3 эластотип является точкой отсчета. То есть все, что выше 3 эластотипа, все образования, которые картируются с центральной синей частью, мы автоматически подозреваем как злокачественное образование. Однако многие авторы расходятся во мнении, и жесткие эластограммы, конечно, демонстрируют высокую чувствительность, но специфичность очень вариабельна. Оценивая полуколичественную оценку, есть также спорные моменты, потому что ряд авторов говорит о том, что пороговое значение должно быть выше 1,4, однако в то же время эти же авторы упоминают, что площадь под кривой при качественной оценке была чуть выше, чем площадь под кривой у полуколичественной оценки. Другие же авторы говорят о том, что значение 3,2 должны мы использовать как пороговое значение, при этом площадь под кривой у них тоже имеет достаточно хорошие показатели. О данном слайде я бы хотел представить те неоднозначные случаи, с которыми мы можем сталкиваться, где две одинаковые нозологические единицы, достаточно редкие единицы лидигомы, картируются абсолютно по-разному. В то же время участок воспалительных изменений картируется как достаточно жесткий, тем самым предвнося некую путаницу. Обращаясь к Европейской ассоциации ультразвука, здесь также отмечают, что элфотография должна использоваться как дополнительная методика, как методика помощи, как методика дообследования, лишь в комплексе с базовыми методиками. Но, несмотря на все эти неоднозначности, стоит отметить, что мы пользуемся элфотографией. Элфотография и методика прекрасная. Она во многих случаях дает нам ответы на те вопросы, которые не может нам дать Б-режим и доплеровские методики. Несколько клинических примеров на данном слайде. Вы видите картинка в Б-режиме и кинопетля в режиме доплеровского исследования. Обратите внимание на то, что достаточно изоихогенное образование и при использовании цитрового доплеровского картирования однозначно сказать о наличии интранодулярного кровотока мы не можем. В то же время, применяя элфотографию, мы понимаем, что, скорее всего, здесь будет 4-5 эластотип, и пациент был прооперирован, и в заключении была выставлена эмбриональная карцинома. Следующий клинический пример. Достаточно молодой пациент с полипируемым образованием в структуре яичка. Действительно, здесь уже в режиме цитово-доплеровского картирования мы понимали, что, скорее всего, мы имеем дело с некой опухолью. Однако в данном случае МРТ предносило некий диссонанс по тому, как они высказывали за наличие гематомы. Мы проводили здесь эластографию, и здесь мы также убедились в том, что все пороговые значения были превышены, и мы могли говорить о том, что здесь имеет место опухоль. В третий клинический случай пациент попал к нам после УЗИ, выполненного по месту жительства. В УЗИ по месту жительства было сказано, что есть некое образование, в Б-режиме его видно хорошо, которое находится между самим яичком и придатком. Некая гетероэхогенная структура, которая не была однозначно охарактеризована. При цветовом-доплерском картировании у нас не было понимания, насколько она хорошо кровоснабжается. пациент был отправлен на операцию. Мы высказывались за то, что здесь имел место перекрут, потому как яичко достаточно плохо кровоснабжалось. И эластографически данная структура была достаточно мягкая, поэтому мы в данном случае не подозревали ее как опухоль. И по результатам исследований мы получили эшемический некроз. также, несмотря на сложности с наличием контрастов, конечно, мы не можем не коснуться, потому как эта методика действительно уникальна. И в контексте обсуждения опухолей яичек это прекрасный дополнительный инструмент, который позволяет ответить на огромное количество вопросов. К преимуществам мы относим, конечно же, отсутствие индиницирующего излучения, возможность неоднократного повторения, как я уже говорил, исследование в реальном времени и высочайшую разрешающую способность. Наверное, к минусам стоит отнести необходимость введения целого флакона. Если в случаях с молочной железой, например, мы можем разделить, то в данном случае мы вынуждены вводить весь флакон для того, чтобы добиться полноценной, корректной картинки. Обратите внимание, что по рекомендациям Европейской ассоциации ультразвука есть множество рекомендаций, которые говорят о том, что контрастно-усиленное ультразвуковое исследование помогает нам как в дифференциальной диагностике плохо воскулиживаемых опухолей, так и в определении инфаркта, в определении перекрута. То есть это методика, которая действительно хороша и должна использоваться в перспективе. Также перспектива применения контрастно-усиленного УЗИ ряд авторов продемонстрировал, что при использовании контрастно-усиленного ультразвукового исследования и при оценке кривых времени интенсивности с вымыванием была найдена корреляция между доброкачественными и злокачественными опухолями. И они высказывали теорию о том, что лидикоклеточные опухоли достаточно длительно вымывали контраст, поэтому была попытка применения дифференциальной диагностики. Несколько клинических примеров, касающихся контрастно-усиленного УЗИ. Здесь достаточно классическая картина. Вы видите выраженный микролитеаз, структуричка и крайне изоихогенную опухоль. В B-режиме, в режиме цветового доплеровского кортирования, мы не получили, точнее, достаточно четкое очертание этой опухоли. В режиме эластографии мы также подозревали, что здесь речь идет о злокачественном образовании. И при выполнении контрастно-усиленного ультразвукового исследования, конечно, здесь уже были участки некроза центральные, но, тем не менее, в артериальную фазу было достаточно яркое поступление контраста по периферии данной опухоли. В заключении гистологическом мы получили смешанную герминогенную опухоль. Следующий клинический пример. Некое гипоэхогенное образование в структуре яичка в анамнезе травм не было. При проведении доплеровских, при использовании доплеровских методик складывалось четкое ощущение того, что образование авоскулярно. При проведении эластографии показатели были неоднозначны, тем не менее, полуколичественная оценка говорила нам о том, что, скорее всего, мы имеем дело с неким доброкачественным образованием. При выполнении контрастно-усильного ультразвукового исследования во всех фазах контрастирования мы не получили поступления контрастного вещества. Пациент в заключении поставлен гематомой, и пациент наблюдается. Готовясь к данной конференции и понимая, что здесь будет заходить речь о хайфу-терапии, мною была найдена статья, которую, мне кажется, будет интересно с вами поделиться. Целью данной статьи было определить возможность применения хайфу-абляции у пациентов с опухолю в яичке. В исследование вошли 7 пациентов. Нужно отметить тот факт, что у пациентов ранее уже была опухоль контрлатерального яичка, которая была удалена, и, соответственно, в дальнейшем развилась опухоль во втором яичке. Всем 7 пациентам была выполнена хайфу-терапия с дальнейшим профилактическим облучением. И, несмотря на полное отсутствие дистологического исследования, данные авторы заключили, что данная методика позволяет провести минимальное инвазивное органосохраняющее лечение опухолей и при этом сохранить орган. В заключении хочу сказать, что мультипараметрическое ультразвуковое исследование безусловно прекрасно и всеобъемлющее, однако есть моменты, которые не позволяют нам ограничиваться Б-режимом и цитовым доплерским картированием. Несмотря на то, что эластография на сегодняшний день достаточно имеет много вопросов, много исследований и разные данные мы получаем по их результатам, однако, тем не менее, эластография остается тем базовым помощником, который необходим нам для того, чтобы провести минимальную дифференциальную диагностику и дать клиницистам понимание, все же, о какой опухоли идет речь. Несмотря на то, что CEOS на сегодняшний день недоступен, стоит помнить о том, что эта методика крайне перспективна, крайне информативна и ее использование я очень надеюсь в будущем будет нам доступна. И, коллеги, в заключении я бы хотел сказать, что в этом году у нас стартовал наш журнальный клуб, который называется Spot Radiology. Целью этого клуба является делиться опытом нашего центра, делиться опытом друг с другом, расширять свой кругозор, поэтому на данном слайде представлен QR-код, по которому вы можете перейти в группу нашего сообщества, в котором будут представлены наши заседания, и там можно будет активно взаимодействовать. Мы всем рады, мы всех ждем. Спасибо большое. Спасибо большое.